Доброе утро Вам слышно? Доброе утро Доброй ночи, вы меня слышите? Да, вы где живете, расскажите Доброе утро Вас слышно, а меня слышно, да? Слышно, где вы живете? Алло Живете где? Что-то не слышу Замыкает Что-то случилось, не слышно ни слова Я живу в общежитии Учусь в университете На пятом курсе Но сейчас проживаю в Тернополе В Тернополе проживаю Понятно Ну хорошо, у нас все записывается И выставляется в интернет, вы не против? Вот видишь как Не выключай никогда, когда отходит У меня все нажато Подожди Мы пытаемся восстановить связь Сейчас потом вернемся туда Куда нажимать-то? Еще не надо? Нет Вот это все время надо нажимать Видишь, связь какая Тернополь, это какая область? Ну это западная, скорее Ближе ко Львову? Да Ну парень, сколько не в армии уже, смотри Мне не надо ничего выключать? Нет Просто ждать Ну вот Видишь как У него нужда Вот такой Если у нас здесь сейчас Как он зашел-то, когда было 4 часа Я с 4 часов утра уже За компьютером Пораньше ложусь Это там 12 ночи у него было А сейчас у нас У нас что сейчас? Посмотреть надо 5,5,6 Ну если А Украина на 4 часа разница? Ну значит полтора Ему конечно это Сильно уже охота была Иван Безмещук Иван Безмещук Тернополь Еще же нет-то никак Безмещук Он даже не ответил, что не против Он Это то ли с телефона может быть Или что Почему? О, ушел Хорошо Я ответил Ровно через час А сейчас говорить можно Он это все тут написал мне Что написал Видимо ВКонтакте Юля Модератор Там администратор Она перетащила мне Я ВКонтакте не бываю Из ВКонтакта перекидывает На наш форум И тут уже я отвечаю Они обратно уходят Вот он где Вот он сидит Посмотри Стань прямо Тут как-то неповоротливый Сказал ты мгновенно Иван Безмещук Вот он где Иван Безмещук Сейчас попробую Перенабрать вас Перенабрать вас Вот он где Я потом дочитаю Игнатий Тихонович Добрый день Я недавно начал встречаться С девушкой Ксенией Вначале все было хорошо А сейчас ссоримся Говорит, что у меня детский разум Что они серьезные Что характера нет Говорит, будь пожестче со мной Помолите, чтобы Господь изменил меня Чтобы я стал ее настоящей половинкой Господь, Он знает девушку лучше меня Чтобы я стал настоящим мужчиной Который мог любить ее Заботиться И именно мужчиной Который нужен ей И чтобы мы в будущем создали Малую церковь, семью Сам молюсь моему спасителю Но помогите молитве Чтобы я поменялся Чтобы мы не расстались Уж очень люблю ее Очень сильных Прошу Помогите молитве Прошу вашу помощь Во имя Иисуса Христа Святая Библия учит нас Соборное послание Апостола Иякова 5.16 Признавайтесь друг перед другом В проступках И молитесь друг за друга Чтобы исцелиться Много может усиленно Молитва праведа Вот я могу молиться Допустим, если по этому стиху Молиться, чтобы он исцелился Чтобы был один Не женился Один-то Исцелиться То есть он стрелу Как говорится Пустил кто-то ему Там Ну как рисует Амурщик какой-то Сердце Если двое из вас Согласятся на земле Просить о всяком деле То чего бы ни попросили Будет им от Отца Небес Ну конечно Только о невестах говорится Ибо где двое или трое Собраны во имя Мое Там я посреди них Матфея 18-19-20 Помогите молитву И вы, братья Долго молитесь Или долго молитесь Непонятно что Я каждый день молюсь за вас Помогите и вы мне Очень нуждаясь в помощи Девушку зовут Ксения Видите, повторы пошли уже у него То есть ясное дело Что он заботится о ней Я девушке дал слово Мужчина Что изменюсь А мужчина Может называться Когда он мужем станет И какой-то чин есть А он учится И он еще не мужчина Что изменюсь Потому что чувствую Крайнюю необходимость В помощи Если не изменюсь Я потеряю ее А я ее Очень люблю И у него Видимо эпиграф Такой Сказал им Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие всей твари Ну как можно не помочь Этому Ивану Посмотри И девушка хороша Ну платочек Что только надеть на нее Пожалуйста Тут непонятно Какие у него картинки И сам он парень Видный такой Видать Настоящий хлопец Ну Ну что сказать Помолимся Это мы уже молимся Помоги ему Господи Воля у Господня будет Мы не можем молиться Чтобы Ксения Принадлежала ему Но молимся о том Чтобы воля Божья была Воля Тернополь А так помолись Он в один терновник Ступит И будет по нему Всю жизнь карабкаться И она Если так говорит ему Это хорошие слова Но Это же он от матери Получил Инфантильность такую Подцепил Это бациллу-то где-то И он будет у нас Как Никита До 26 лет С детским разумом Ну еще тогда дальше Никита Я говорю о тебе Хоть покажи на себя Валенька А то скажет Говорит Поза глаза Судит Не судим Мы говорим Мы делаем настоящего мужчину Вот приезжай сюда У нас живо сделаешься таким А один я не знаю Тут надо Себя проверять во всем В труде конечно В молитве Ночное бдение Посты Помощь другим Вот благовестие Мы едем на машинах У нас настоящие мужчины растут И ребята такие же хлопцы Посмотри как они работают Возьми какой мне Нестор Нестор Там ему совсем мало Я не знаю Лет 8 наверное 9 может быть Как они Мужчины настоящие Ну вот А если она это говорит То у ней какая-то планка А он сейчас будет думать Что достиг стал мужчину А она скажет нет Так что И справа От себя не надо Садить женщину Вот посадил ее справа Вот она и командует тобой Она должна быть слева Еще в советское время Писали В огоньке Я смотрел Там корреспондент Спрашивает У казака Казак Ну и Сфотографировать надо Вон сразу Ульяна Ко мне И она быстренько Подскочила Бабка И А можно Я кофту Там как-то на облику Или на что-то Не надену А как-то сказал Он говорит Можно Она мигом кофточку надела И справа Вон Ульяна Где должна стоять Она сразу налево А он Ему тому корреспонденту Говорит Справа должна быть Шашка и конь Там что-то такое Вот Все Ульяна рядышком стоит Веселая Улыбается Она должна быть слева Никогда не позволяя Фотографируйся справа Она взяла власть над тобою Жена Должна быть слева И когда в церкви венчают Она всегда слева Нигде Ни разу Даже как попало Венчают Венцы не надевают Но поставят правильно Поставят А у сектантов Смотрю У баптистов Они ничего не понимают Это как Уже в виде анекдота Уже расписались Все Идут Обычно невесту Надо на руки взять Он ее несет Первый этаж А идти на пятый этаж Он веселый Крепкий Она ему и говорит Ваня Ну мы уже расписались Можешь я к тебе Сразу на шею перелезу Еще на руках И руки-то натягивают Она все равно Она все равно Тебя охомутала Так что Ваня Правильно Ты пришел Что к молитве И все Мы тебя поддержим Девчина-то хороша И волосы у нее длинные И челку не подрезают Она мне понравилась Просто понравилась Ну по-человечески Как у нас Мерка какая И грудь не раскрыта Ну просто Замечательно Видно как Пересади ее слева Ты крепче прижми И держи не отпускай Ну и учись конечно Только на пятерке Мне нравится Житие Сейчас я могу ошибиться Давно не считал И главное кажется Ну полюбил ее Сын Одного префекта Она говорит Я не могу Ты язычник Кто другой Да у тебя Специальности нет Ты кончил университет С отличием И чтобы стал Губернатором Вот это Мерка И скажи ты Кончил он Золотой медалью И стал губернатором Там связи Разное все такое И пришел к ней Я все сделал Показывает диплом И должность Какая депутат у него Здесь флажок Все как надо Ну я перевожу На сегодняшний этот И Она тогда говорит Меняет Требования И говорит Я за язычника не выйду Ты противный мне И мерзкий Сделайся христианином Он говорит Так ты же это условие Не ставила И началась такая Вражда Он предал ее на казнь Я считаю Она не права Надо было сразу Это поставить А он И он не прав Но Однако Она нарушила условия То есть Если Германия Изменила условия Гороломно напала То были Основания напасть И здесь точно так же У него не было У нее оснований таких Он сделал все И таких житий мало Почти нету И вот Ну Надо мерки какие-то знать У нас знакомый один Отец Отец сказал ему Женишься только тогда Когда сам Закончишь университет Станешь миллиардером Ну тогда были миллионы По динаминирую То есть миллионером Дом построишь И вот тогда я тебе Разрешу жениться Там или что-то Ну и конечно Ничего этого не могло быть Он поступает На экономический факультет Знакомится конечно Хорошие отношения С евреями Там евреи учатся Все И он Конечно он мог бы быть Маленько повыше С статусом Но не пошло Он парень любопытный И тоже такой Детский разум Прямо Ну Ребенок Я не скажу Что нарцицизм Но Инфантильность Вопиющая И он даже Однажды Ляпнул такое У меня в лагере было Наталья И он с ней Что-то сцепился А с Натальей Как было А она Разумная девушка И вот А для чего Ты делал Вот я решил Смирить ее Я говорю А ты знаешь Что такое Смирить женщину Ну Да не знаешь Садись слушай И когда ты возьмешь В плен И думаешь ее Смирить То пусть она Сорок дней Кажется Сначала обрежет Ногти Волосы Лысую Полюбишь все равно И она поскорбит Об убитом отце И тогда ты можешь Ее смирить Смирить То есть Если так уж Образно сказать Снасильничать Я говорю И что Она тебе по зубам Сгвозданет И все Вот Ну и он с ней Да как-то ляпнул Еще Говорит У меня я Такой крутой Вроде гневливый Если еще не так Жена Я могу ее убить Еще себе Вот это да Ну еще Так и получилось Что ничего у него Нету Сказать что он Такой абсолютный Хозяин в семье Я этого не могу Не могу И правильно Потому что По разуму Хотя он и С высшим образованием Жена ему не уступает Что случилось Иван У меня что-то Проблемы Проблемы с интернетом Были Сейчас все нормально Ладно Я сразу спрошу Вам сколько лет Подождите Сейчас я наушники Подключу Секундочку И нате тягнем Секундочку Секундочку Успевай Напротив становись Как так Так Ага Вот так Хорошо Не опускайтесь Ушло куда-то Все Вы провалились Повыше Подождите Сейчас подключу Наушники Давайте Давайте Вот так бывает Не сразу Сейчас я включу Видеосвязь Игнатий Тихонович Давай Вы меня Слышите Да Да Маленько Повыше Сделайте Вот так Во 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 Закрепитесь Закрепитесь Не уходите Вам слышно Да У нас все записывается И выставляется в интернет Вы не против Не против Мы говорим Не против Да Мы говорим О хорошем Я буду комментировать То что вы мне написали О девушке вашей Это для многих Будет полезно Потому что То что вы Именно обратились К молитве Это Замечательно Только пересади ее Слева от себя На правой стороне Никогда чтобы не была Правая сторона Мужчине принадлежит Запомни пока Она мне понравилась Ксения твоя Говори теперь Она щелку не постригает Грудь не открыта Ну замечательно Видно прямо Да И вот Вначале все было хорошо И так далее Как я писал В письме Да А потом Она стала говорить Что Будь со мной пожестче Будь со мной Мужчиной И так далее И так далее Меня как-то не получает Она меня уже и провоцирует Пробует Чтобы я на нее кричал Чтобы я ее Приструнил Где-то Где нужно А я Я мягкий Я в церковь хожу И она Она не рожденная Свыше Она не привыкла Что человек может Подавлять свои эмоции И Просто Не показывать это Понимаете И Вот так Так давай по частям Иван Вот вы мне немножко сказали Чтобы там не забыть Я вам сразу буду говорить Мужчина отличается От женщины внешним видом Вы не отличаетесь Повторите Сколько вам лет? 21 21 Почему бороду бреешь? Борода Это знак Того Что ты уже Не Не младенец А это вот у вас Там А католичная На Украине Это сплошь и рядом такое Вот с сегодняшнего дня Если ты хочешь Чтобы молитва была услышана Бритву выброси Выброси Оторви там шнур от нее И все Больше не прикасайся И ты увидишь Отношение будет меняться Она начнет На это говорить А ты теперь покажи На иконы Скажи все иконы И дальше начни По порядку говорить Я маленький такой Мирской пример скажу Вот я еду На поезде Ну а проводники выйдут Ой Как зарос Так как дикобраз Да как тебя Жена к себе допускает Я молчу Никаких Да что ты Да чего она вам нужна Это там Шерсть такая Я говорю Борду-то отпустил Я говорю А почему у вас бороды нет Так я же женщина Я говорю А я мужчина Весь ответ Я говорю Посмотрите Возьмите Любую книгу Где изображен И когда Я вам о бороде Материал Если вы зайдете Я про бороду Я про бороду Четко знаю Знаю каноны Что даже по-битому Сорока уст не читают Да И так далее Но она мне Мы с ней Сказали что Если Бог даст Мы в будущем Когда будем вместе Уже Ну Повенчаемся Тогда я бороду отпущу Не надо Ты умрешь сегодня Как пес Смердящий Вот так Протопопа вакуум Называет блудодейная ересь Блудодейная И на этом все сказано Не делай этого Потеряешь ее Не важно Ты потеряешь благоволение Божие Ты будь мужчиной Твердо скажи Больше бороде не касаться Она увидит имя мужчины Именно что ей надо Это хорошие слова Я мужчина И все на этом Когда бороды повредили Давы даже в Иерусалим не пустил А я иду скажи В неместный Иерусалим Это моя власть над тобою Ты говори Не как власть имеющие Так положено Скажи Посмотри на все изображения Посмотри Попов По порядку Достоевский Лев Толстой Ну по порядку Тебя называют Классиков наших Посмотри Адмирал там Которые Ну были адмиралы Вот Посмотри на них И ты увидишь Как они выглядят Какие у них бороды Какие они были Сар Николай второй Ну посмотри Александр Это уж которые там были бриты Александр третий Погляди какие они Вот так вот Да Я просто Почему попросил вас молиться Ну просто я знаю Что Вот Такую историю Значит Был мальчик Он с 12 лет Занимался Игрой На пианино И вот Случился Несчастный случай Он значит Стоял у двери И ему Дверью Отрезало Три пальца Три пальца Услышанный чудеса Бывают А вы где это видели Такое Где считали Я читал это в интернете К молитве Мирские люди Подходят к молитве Как К заклинанию К волшебству Я знаю что Молитва это Искренний разговор С моим господом С моим Иисусом Который умер За меня Ну Это не суть Вот так Это видео называло Там я услышал Эту историю Ну понимаете Вот мне приходилось Подобное слышать И когда познакомились Ничего этого не было Шарлатан Не было Не было Просто не было Было раздавлено Я видел как Стояли там Где-то в туалет Заходят В поезде И она облокотилась Вот так вот А там дверь-то хлопнула И ей пальцы раздавило Раздавленные пальцы были А они считают Нет уже все Оторвано все Вот смотрите Вам видно или не видно Вот у меня палец Вот фаланги нету Она могла быть У нас Почему немец Немец меня оторвал палец Штыком Понятно И я молился с детства И проще А что отрос палец нет Но такое бывало В житиях святых Святой Мина У него ноги Отрубили И сожгли И церковь молилась У Иоанна Дамаскина Рука приросла Но таких случаев было Примерно три за две тысячи лет И поэтому То что они показаны Это еще слова волшебные Эти были гиганты духа Веры И через это Что с ними было Обратились многие люди Здесь ничего этого нету Если его Где-то ударило Позвоночник сломанный То это Молятся что нет У Бога другой план был Другой совсем Я бы стал сейчас молиться А Бог не прирастит мне А я и без этого прожил У меня отец с фронта пришел Рука вот так вот левая Вот так у него Под самой плечи Маленькая культяпка была Ну и давайте молиться Чтобы рука приросла Ну что говорить то Я как то говорил Ну конечно Бог слышит Вот я сижу дома Мне надо выйти на центральный проспект И там автобус есть Ну да не вот здесь Километра полтора Ну молиться то можно Я сейчас скажу Господи сделай так Чтобы этот автобус У меня возле дома останавливался Ну ему маршрут туда менять Зачем он за мной за одним поедет Или трамвайную линию Бог может мне Прям в комнату провести Бог то может Но написано Не искушай Господа Бога твоего Пальцы где-то И музыкант Да Бог знает Что ему не надо быть музыкантом Музыканты они хилые В вере Чтобы там редко-редко Чтобы где-то был музыкант Практически мы не знаем Там песнопевец Еще как-то Еще бывает Это все мирское Когда они на этом Вот песнопевец Давид У него пальцы и все Он вошел в историю А много ли таких Даже в житиях святых И то Ой-ой-ой Как мало И был такой Иоанн Кукузель Ваня ваш тоже Он У него голос был Он был Маленький пел Ну его посылали Пасти коров Он когда пел Корову переставали есть Переставали есть Но его кто-то услышал И вот сразу В царские палаты И он там В патриаршем хоре Стал петь Но больше ничего Про него не известно Он не миссионер Он не подвижник А другой бывает Ничего этого не имеет Совершенно Но твердая крепкая вера И до конца вселенной Провести может История нам говорит О таких Как апостол Павел Только злобой Наполненный был Мучил христиан Ну как ИГИЛ Самый настоящий Исламское государство Христианам головы резал Так скажем Ну вот Осиял его свет на пути В Дамаск Как раз Дамаск В Сирию где есть И мы знаем Что из него получилось Так что Вы не Ксению просите А просите быть Истинным христианином А если нужна Она добавляет Скромно сбоку Просто погаси В себе этот жар Ты не знаешь Что дальше будет Потом ты будешь Каяться Кого ты взял Дерзкий скажешь Характер у нее Она не слушает Она тебя все время Будет давить под себя Напоминать тебе Какой ты был Слюнтяй Да кабы не я Ты бы так и возился Где-то Это я тебя в люди подняла Ты шнурки себе Не завяжешь Это я тебя в люди Вывела Ну Последняя магиканша У Антона Павловича Чехова Вот такое И вот К брату Когда она приехала Попутно сказать Елисей его звать И вот он пошел Она ушла в другую комнату Елисей Я отдыхать ложусь Иди мух отгоняй Фу Он говорит Ведьма заездила А селку изобретал Вообще Заездила ведьма Она заездить может Поэтому твердо Крепко держи Сидеть только слева К бороде не прикасайся И крепко молюсь Я молюсь Чтобы нам быть Настоящими христианками Христианами Христиане Чтобы мы были Я был христианин и ты Жена да боится мужа Поэтому слушайся меня Что я тебе говорю А ты уже По слову Божию Идем в храм Она не идет Нечего с ней разговаривать Идем в храм скажи Сегодня А потом мы поедем К родителям Чтобы они меня увидели И все время тренируйся Ты учишься в университете Хорошо Я тебе добавляю Потому что У меня путь этот пройденный Ты не довольстви с этим Ты заочно можешь Второй университет Сохватить Изучай английский Китайский язык Это нам все сгодится Уже рядом все стоит Иначе будешь у них Сторожем На нефтяных вышках То есть Ставь себе такую программу В которой тебе спать Некогда будет Вот у меня в жизни Это было Я прошел У меня Два с половиной часа на сон Остальное время Только на учебу И мне не стыдно Сейчас оборачиваться назад Не стыдно У меня только архив Из газет Тринадцать метров высоты Лежат Не считая книги И обязательно Какое-то ремесло Вот я был переплетчик Реставратор Кроме того Что я строитель Дома Я занимаюсь Сижу Делаю там С магнитофонами А одновременно Насчитанное На моем сайте Ты был если Был? И там И там Насчитанное Пятьдесят книг Из златоуст Их Жития святых Добротолюбие Слушаю А сам работаю Иначе я усну А где этот пример Взять Елизаров Костник Курган Он говорит Днем я преподаю Студентам Профессор А ночью я На станке Работаю Вытащиваю Там эти стержни Которые ногу Удлиняют Костник То есть Найди сам себя Здесь Выпроси у Бога Займи минуты Чтоб не было А я вот О ней молился Сказал и все Ее вымаливать не надо Ты доверился Богу И она должна Увидеть сама Что ты не такой Как прочие Что ты крепкая стена А не какой-то слюнтяй Ты Делай дело А она увидит Она обязательно увидит Об этом Отдай мне ее Господь Дал Господь Ладно А что это Она скажет Мне нужна машина Все Дальше нет Я привыкла У папы в четырех комнатах Одна быть Ты тоже не можешь Она тебя будет Понужать И она будет тебе неверная Потому что она будет Искать то что привыкла Ты ее сейчас Сегодня уже должен Перетянуть К скромному образу жизни Одеваться должна Так Я уж не говорю Как мусульманки Ну прилично Чтобы всегда была В платке Без платка Чтобы я тебя не видел Больше Вот у меня брат В армии служил И говорит Один парень Такой Видно что Что-то знал Маленько И у него Девушка Или кто Брюки надела Тогда еще Лет 30 назад Автого не было Я сразу приехал К ней На лапшу Все изрубил И выбросил Все Одел и юбку Она уже поняла Это муж Это не хлюпик Не подкаблучник Подкаблучник Это самое островное Что за мужчиной может быть Что бы она ни сказала Подожди Последнее слово За мною Что бы она ни предлагала Я не пьяный Я трезвый Давай вместе обсудим Последнее слово За вами Сказал Собирайся Поехали Все Допустим Ты военный Тебя перекидывает С одного района В другой Может направить В Сирию И ты должна поехать Если разрешается А не так Я уехал А ты будешь На площадке Искать Удовольствие Вот избирать что А не то что она внешность Конечно она не косая Ни горбатая Ни одноглазая Но ты смотри Внимательно приглядывайся И должен увидеть в ней То чего она сама Себе не видит Она в тебе увидела А ты в ней нет А ты бы ее еще увидел Скажи А чего ты Так это наседаешь Мы еще никто Мы молимся Не бойся потерять То что для тебя назначено В сто раз лучше может быть где-то Иногда мы добиваемся своего Но карман прохудился Меня подрезали И хорошо Что я думал Купить не купил Прошло время Я теперь оборачиваюсь назад Хорошо что это не случилось В моей жизни так и было Я кому говорю У тебя какое Ну говорят мечта Мечта не хорошее слово Ну желание было Кем быть Ну начинают там где-то Ну я делаю печи людям И ребятишки маленькие стоят Я спрашиваю Кем ты хочешь быть Ну космонавтом А мужик подошел соседний Ты будешь пьяницей Как отец твой Отец у тебя был шофер Его выгнали оттуда Пья А у меня в лагере Один ребенок Я говорю А ты кем хочешь Я Я буду машины ремонтировать Ух ты А почему У меня папа ремонтирует Он многое мне доверяет А сам совсем лет 10 Девочки одна Ну там Кто-то там с чем-то Одна говорит А я ветеринаром буду Почему Мама ветеринар Она на птицефабрике работает Я говорю Вот вам и надо пожениться У вас всегда полный достаток будет Понятно Это надо смотреть Специальность должна быть Не какая-то экономиста А то исторический факультет Учитель Самое не нужно Если историк Он говорит по специальности Это никто Выброс Ты будь слесарем Кем угодно Но Павел говорит Трудитесь своими руками Руками Было бы из чего Выделять нуждающимся Вот как молодых людей Надо наставлять Не ищу раньше Никакой работы Конечно Не продавать водку Не табак выпускать То что вокруг тебя Посты На первом месте Это земледелие То есть сельское хозяйство Скотины Вот то что мы питаемся Второе место Это текстильная промышленность Одеть Бог сотворил Адама Дал ему сад Второе Одел его шкурой А третье Жилище Нашел пещеру Залез в нее Вот три специальности Главные А остальные Все остальные Там далеко-далеко С вылезной щашкой Стоят в очереди А я Что интересно Учусь На мэтере Я не знаю Как по-русски Таможня Таможня Податкивать Податкивать Налоговая служба Вот Никита Он из Украины Говори ему По-украински Налоговая Податкивать Налоговая 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 Это самое презренное Говорит Как мэтери-грешники Вы на каком курсе Учитесь? Уже пятый Ну это да Далеко Ну смотри Там можно тоже Налог-то это Законно брать Налог По закону Нигде не нарушай И хороший Будешь мытарь Обратившийся Вот и ты Будешь как надо Но Это конечно Специальность такая Там искушений много Кто-то Постарается От налога уйти Взяточку тебе Подложить Что и ты поплыл Что я интересный Я с 15 лет Как получил от бабушки Библию Новый Завет Начал изучать меня Что интересно Друг мой Евангельский христиан Баптист Он лучший мой друг Я его могу назвать Друг Он Евангельский христиан Баптист Я пошел к ним Они мне начали Задавать Неудобные вопросы Там Про иконы Про святых Я с 15 лет сам Я заходил в храм Плакал Меня душа мучила И так далее Я с 15 лет Сам изучал Начал с проповедей Отца Олега Стеняева Отца Данила Сысоева С 15 лет Сам часами слушал Алексей Ильич Осипов И так далее Ну сейчас я понимаю Что там Он сущий еретик По сути Но Сам изучал Я Грешным делом Молился Чтобы стать священником Чтобы стать священником Но Господь мне четко показал Что Иди учись дальше На пятый курс Да учись А там будет видно Я Что интересно Любого священника Вот даже по бороде Я имел бороду Это она меня Уже она Уже тебя подмяло Подмяло Блудодейный ересь Повторяй все время Блудодейный ересь Скоблить Я священника могу Опять же По вашему материалу И так далее Могу Ставил под пояс Они мне Еду С поступления На пятый курс И Встретил священника Он мне говорит Так как я с бородой был Вы на каком приходе служите Я не служу Но Есть у меня такая Возможно В будущем Я буду работать И заочно учиться В семинарии По чаю Возможно Не знаю Не торопитесь Самое сложное Трудное Сначала хорошо Заведите В интернете Шесть слов Иоанна Златоуст Со священством Я читал Не читал Ты проникнись этим И ты увидишь Что это Чего требуется Туда лезут такие Которых на пушечный выстрел Нельзя допускать Какой он должен быть Понимаешь Что Куда Что Если святитель Если святитель Отказывался Святитель Я златоуст Меня всю жизнь Сватает Меня всю жизнь Я давно бы епископом был Где бы я не встретился Меня все священные Эти епископы Тянули Рукоположить Рукоположить Перед поездкой в Америку Обязательно должен быть священник Сидим Тут Епископы сидят Митрополит Вы должны быть священником А когда я рассказал Он говорит Правильно Кое где вам Ход будет закрытый Я у Бога Это выпрашиваю На молитве Это не мой брат У меня протоиерей Баптистам ты можешь сказать одно Вы в этих отношениях Где говорите Там не пить не курить Вы правы А в относительно другого Иконах Вы у нас зайдите И вы увидите Что они вообще не понимают Иконы от идола Не могут оттолчить Но вы не церковь Самое главное Вы не церковь Церковь там Где есть епископат От апостольских времен У вас ничего нету Самозванная секта Вот Игнатий Тихонов Я вот Святых отцов Насчет Да Я согласен В одних Людей В одних Святых отцов Допустим Слова Иоанна Кронштадтского Я не помню Он говорит Если бы Я был Католиком Я бы не спас То есть Да У них есть Апостольство По рукоположению Но Самое главное Апостол Павел Говорил Что Братья Стойте Держитесь Предание Полученное Или словом Или посланием Нашим Написано Если ангел С неба Будет вам благоествовать То что мы получили И опять же Богословие Есть такой принцип Консенсус Патрон Согласие Святых отцов Потом Вопросы То есть Они имеют Приемство Епископата Но не имеют Верой Католики Они Вели новые Догматы Перенство Папы И Попортили Учение Про Эпидемию И так далее Они Отпали От церкви Монофизиты Ну Там сложно Но Я согласен Что Тоже Возможно Не отпали То есть И опять же Верую воединою То есть Церковь Написано в Библии Что Церковь У Господа Бога Одна невеста Написано Один Господь Одна вера Одно крещение Одна церковь Я не верю Что Католики Это церковь Не верю Церковь Церковь Это церковь Настоящая церковь Со множеством Заблуждений И ереси Церковь Определяется Единственное чем Они также веруют В Троицу Они имеют Рукоположение От Петра У нас У православных Как Андрея Это брат его Это определенно еще Ткани церковь Церковь От апостольских А кто от кого Отпал Это еще надо посмотреть У нас все Все от нас отпали Они изменили Там догмата Изменили Изменили Это дело уже На рассуждение Божие Я с ними не согласен Я не католик Но скажу Что это церковь И это показывает Наши иерархи Не только Варфоломей Кирилл Все Когда они встречаются Это Ну да До одного Все понимают И допустим Вот сказали Да халкидонски Там говорить О григорианармянах Мы только делимся мнением Я не настаиваю вам Я не григорианармян Но это церковь Копты сирийцы Вот резали их там Все Больше нигде нету Не сохранили Это действительно так Сирийцы Наши братья Переда революции Очень близко Сошлись с англиканской Они доказали Что у них Сохранилось Рукоположение Но Сам акт Соединения Не произошел И поэтому К ним Мы относимся Осторожно Но ничего не говорим Я с католиками Никогда не спорю Только внешне Вот это Примат папство Это абсолютно Не христианское Ни под каким От отца и сына Половина святых отцов Понимали так и так Об этом даже Рассуждать не надо Но что он бритый И то что они При счастье изменили Там какую-то обладку дают Вина не К телах Крови нету Это с этим тоже Не можем Что моля Крестят там Кропление какое-то Вообще У нас Хоть один процент Из ста Крестят священники Правильно В погружении Там вообще ни одного нету С этим не согласиться Никак нельзя Никак Но Это церковь У нас тоже Заблуждений много Вы относитесь К московскому патриархату? Да Ну так и держитесь Держитесь И будьте осторожны Вот В этих словах Что говорили Это Я не на своем настаиваю Я не говорю там О других каких-то Беру там Самые высшие иерархи Вот Обвиняют в чем-то Кирилла Патриархи Кирилла Да В чем-то да Но здесь Вот Этого Илариона Алфеева Но здесь надо быть Просто Минута молчания Вот они встречаются Где-то Вот подошли Под благословение У папы Мы были В Ватикане Год назад Я подарил книги Папе Франциску Венедикту Потому что Это церковь Если они Где-то Заходят Грань Мы можем Молиться Чтобы этого Не было Его как Мои слова В интернете К ему не дойдут Я могу только молиться Я молюсь каждый день Но мы принадлежим К русской Православной Зарубежной церкви По сегодняшний день Только две общины Осталось На весь Советский Союз Только две И в таком положении Как мы Вот находимся Что признавать И остаться Видимо и за рубежом Нету Потому что Они перешагнули То что хотели Было акт О каноническом общении Мы признали А они теперь Объединение Это путинская Была идея Они под Путина играют Хорошо Хорошо Они одновременно Для Путина Открыли 336 пунктов Соглядатаев За рубежом А это чего-то стоит Путин он КГБшник И поэтому Под него не надо играть За него надо молиться Представь себе Свои люди Одновременно 336 пунктов Образовалось Люди Которые расположены Сюда Ну и естественно Мы должны Быть очень внимательны Мы за Путина молимся За патриарха молимся Но в храме у нас Поминается имя патриарха Когда приезжает Патриарший митрополит Мы вместе служим И у нас тогда Они поминают Патриарха Его И местного епископа И нашего митрополита Илариона Нападает Кто у вас епископ Ну как Кого поминает Местный епископ Тот и есть митрополит Не надо смотреть Кто-то Собаки лает А караван идет Своей дорогой Мне пришла Сейчас мысль Про филео Про примат папства Был второй Ватиканский собор Был такой Словацкий Словацкий Как там у них Кардинал Словацкий Он выступал Против Богмата Папства Он был кардинал Вот там Есть в интернете Четкий материал Его четкая речь Это Риммокатолический Епископ Он выступал Он четко По Библии По святым Отцам Выступал Есть такой материал Католики Когда видят Они просто падают Ну у меня Во втором томе Вот у меня книги 30 томов По открытым оком Второй том Это противосектантский И там это все Описано Смотрите О католиках О примате Обо всем Любой вопрос У меня в книге Там отвечены А почему Я заметил Баптистов Стоит Община Их община Собрания У них У них Четко Идет молитва И в конце Во имя Иисуса Христа Аминь Православных Я что-то такое Не замечаю А Господь Говорит Просите И там Просьте Во имя Мое Так что ничего нет У нас привыкли так Надо от этого От стандарта Иногда отходить Вот почему у нас Они молятся правильно И мы молимся правильно Потому что это многообразие Еще попросите Во имя Мое Во имя Мое Христос сказал Они во имя Его и просят И ныне понимают Во имя Отца и Сына Святого Духа А там написано Хрестились во имя Господа Иисуса И отделились именники Которые во имя Отца Сына Святого Духа У баптистов Не молятся И не признают Троицу То есть пошло дальше Вот как Это неправильно Во имя Господа Значит в честь Кого пришли А произносят слова Отца и Сына Святого Духа А тогда Противоречий нету А они Что такое секта Уза взгляда на истину Дмитрий Дудко говорил А миссионер Лютер говорил первый Секта Когда Кунцевич говорил Так это нечто Нечто Грозное Зловещее И неуловимое То есть все время Меняют тактику Меняют догмата Фактически почти Никаких нет И поэтому Тут надо быть осторожным Хорошее Да мы им говорим А то что они не церковь Тоже должны сказать Примите епископат Пусть они будут без икон Только чтобы не хулили Пусть Божья Матери не молятся Ни Ангелу Хранителю Это не в догматике Это нет Но лишь бы они не хулили Пусть они без одежды будут Галстуки снять Это естественно Галстук это масонский знак Вот интересно Как галстук с ним Это обязательно должен быть расстегнут Никогда не расстегивайтесь Полностью застегнуты Как в армии Вот вы как есть Никогда Это все масонское Мы должны даже внешние атрибутики отвергаться Галстук это удавка Удавка дьявольская Аксессуары Говорит о рабов 21 века Простите Что перебывать Простите Я за всю жизнь А я 53 года С лишним Беседую с разными сектантами С католиками Никогда не спорил Если я встречаюсь первый раз Я ему скажу Все спорить уже не буду Зачем Мне это ничего не даст Никак А это он узнает Я ему говорю Да я знаю Что тут у нас Не все благополучно Почему интересно Патриарх должен подчиняться Папе Откуда вы взяли Ведь в начале Мы нигде не считаем Что апостол апостолу Где-то подчинялся Все на равных И когда я пришел Павел говорит Они не ложили на меня Других Каких-то Тягот И Некоторые говорят Которые посчитаются Столпами церкви Для меня ничего в этом великого нет Епископ отдельно Может без патриарха быть Когда в то время советской власти 362 правило От патриарха Тихона Отдельно Когда связи никакой Нельзя было иметь Ну а сейчас-то нет этого Нужно Игнатий Тихонович А вот У вас У вас Рубашки Рубашки Там пояса А это А это Да я вижу Спаси Христов Да А это Не чисто русская традиция Внешняя Под которую Вы нашли стихи Библии Возможно Я не знал Под русскую Под русскую Так как говорить Просто Мы видим Что нормально И все Вот русская допустим Это вот В платках всегда были У нас строго Два платка Вы видели Как у нас одевается Где-то Вот и некоторые у нас Косоворотка у него С Беларуси один прислал Но этого нет Это Вот Грубо говоря Украинцы Когда стоят в храмах Они в вышиванке В вышиванке Да я видел Видел Хорошая Красивая Замещательная Ну Не всегда есть такая возможность Вот У нас Нет этой возможности Мы живем В абсолютной бедности В абсолютной Но живем Легко И у нас Легко Ну образец Вот я скажу Прошлые годы Когда До перестройки У нас было У меня на питание Уходило 10-11 рублей в месяц А работаю на стройке На тачке Бетон возить На второй этаж Вручную Бог дает Необыкновенную силу Когда ты постишься Соблюдаешь Мне всякие пакости Там делали Я возьму с собой Два Видите Ломтя хлеба Так они взяли Мышь убили Мне мышь заложили Между хлебом Мясо не ездок Мясо Ну ничего Без обеда Ангел накормит У меня было такое Как я по сегодняшний день Считаю Меня ангел накормил Один раз Сарай В сарай далеко В огороде А хозяйки нет Уехала Я один живу И сугробом Заметает Я приехал Пришел с работы Когда Заметено Видно что С утра А там у меня Лежит ключ Откуда Я слышал Эту историю А я захожу Там большая Огромная кружка Теплая Парится буквально И ломтя два хлеба Компот Я никому не знакомый В незнакомой местности Даже что хочешь То и думай Другой раз Я стою в очереди Покупать билет Из Новосибирска Барнаул Ну уже Близко к очереди А у меня всего Три рубля Три рубля Больше у меня ничего нет И в это время Подходит бабушка И со слезами Просит Я не могу Ехать Кто подаст Я взял Ей отдал Но вышел из очереди Делать нечего Я пошел Думаю У проводника Попрошусь ехать То надо Подхожу Руку сулу в карман Это моя Которая была Тройка Лежит Лежит Свернута Моя тройка Она новенькая такая Ну вот Что хочешь То и думай Игнатий Тихонович Тоже такой вопрос Могу ли я Официально Так как я Давно слушаю проповеди Отца Даниила Сосоева Я его считаю Священно мучеником Да Я могу Молиться ему До официального Прославления Можете Можете Конечно Но Это ваша Долгие Я расскажу о себе Я нахожусь в тюрьме И в это время Сообщают Архиепископ Ромера Кажется В Парагвае был Ну и он говорил Зачем вы Американцам Зачем вы вооружаете Наших повстанцев И они убивают Там до этого Убили Четырех монахей И не проще Но они решили Его убить И он выходит С чашей Чашу в руке Держит Ну я возьму Уличительное стекло И вот так вот А в это время Там напротив Допустим Магазин И там снайпер засел А другой В это время Дал очередь Поверх голов И народ то упал А он один Стоит с чашей Он никуда то И снайпер Сразу его убил Христос А убил Эти упали А он с чашей Один остался Потому что в толпе Его нельзя застрелить А снайпер Другой Тогда в это время Стреляет И его убил Я сижу в это время В тюрьме Я прочитал в газете И я сразу Стал ему молиться Так он католик Ну простите пожалуйста Простите Он католик Но он мученик С чашей в руке И я помянул его У покоя в обителях небесных И сказал Ромеро Попроси Бога Чтобы мне быть Таким же мужественным Как ты Я Просто это мое Я никому не настаиваю Никак Вот и все Савя Николая Когда канонизировали А я молился ему С самого начала Он мученик Он из царей Самый никудышный был Допустил такую беду Но как По вере По христиански Это был лучший царь Вот он мучился Сколько было Для меня Мы каждый день Ему молимся Ну поминаем где-то А если не молиться Ну Я православный Я поеду Да это что вы Какие-то костыли держите Да я Костыли держу Но у нас единство Не разрушается смертью Мы молимся всем И Серафиму Саровскому И Сергею Радонежскому Вот так Я не молюсь Иосифу Володскому Этому не молился И молиться не буду Почему? Палач Палач Инквизитор Тарквемеда Православный Сталин Он На его совести Может тысячи людей Которых он замучил А боролся с Нилом Сворским Нилу Сворскому Вот и молись Тот боролся Чтоб богатство было И всех еретиков Только казнить Он бухтел и бухтел Князю своем И наконец подбил его на это Мне нравится Вот Константин Император Которого равнопостным считает Конечно Он никакой не равнопостный Он крещение принял Перед смертью Но когда Христиан Христианскую религию Он сделал официальной Христиане сразу же К императору обратились Чтобы свернуть голову Всем еретикам Ну это понятно И он сразу сказал Садитесь за стол И беседуйте Никого гнать не надо Вот образец Сидите Сидите и беседуйте А они сразу Ария сослать То другое Ну что сослали то Еще изменилось то И вы такие же как они Тебе не нравилось Ну нельзя так Иметь такой Синдром зулусов Его спрашивают Что хорошо Он говорит Хорошо когда я Убью врага Возьму его жену И имущество А плохо Плохо когда он Меня убьет Мою жену Возьмет имущество Это зулусы Такое племя Воинственное Не так надо рассуждать Не делай причем Еще себе не желаешь Простите А вы стыкали В жизни С Иоанном Шанхайс Шанхайский? Иоанн Шанхайс Максимов Святой Но я там не был Когда он умер уже Но я был у его Бощи В Сан-Франциско Где он Служил И что он терпел Это я все знаю Я когда приехал туда Его уже не было Вы говорите О Максимовиче Ну да Я его хорошо знаю Да это был Настоящий святой Что интересно Это я уже говорю Из его биографии Он ходил У него носков Никогда не было И однажды он идет А там преподаватель Священник католический А студенты И говорят Ну это все было Когда-то Сегодня святых Так где мы их увидим А он в окно выглянул Идите сюда Смотрите Кто идет Так это православный Вот это святой Вот для меня Мать Тереза Святая Калькутская Ну Для меня она святая Я никого не настаиваю Она албанка Она по всем параметрам Подходит Она при жизни Да Вот Он про молитву Про молитву Игнатия Бринчанин Наши святые отцы Игнатия Бринчанин И так далее Они критиковали Их образ молитвы А пускай критикуют Я его не осуждаю И пусть он меня не осуждает Их образ молитвы Да какая бы молитва ни была Она искренная Когда молятся Богу Допустим мусульмане Первая ступенька молитвы Простительно Там все Все их коммунисты Кричали Спаси маму И кто бы не был Всех Вторая благодарственно Туда не каждый лезет За все благодарите И третья Высшая ангельская Славословие Мне не надо не просить Ничего Аллилуйя Слава Отцу и Сыну И Святому Духу Не такая молитва Господь слышит Он слышит Когда человек Воззови ко мне Я услышу тебя Как стандарта нет Почему у нас Не поминается имя Еговы Мы его включили Почему Я слышал Я слышал Это неправильное имя Яхве Яхве Я знаю Яхве Ягве Там проще Неправильное произношение Ну так принято У нас в Библии Восемь раз написано Егова И Егова Так принято Не знаю Я слышал Это позднейшая Вставка Самаряне Когда-то вставляли И это где-то С двенадцатого столетия Имя Егова Встречается А оно Не библейское Ну я так Оно библейское Аврааму Бог открылся Егова Будем говорить Личного спасителя Какой-то ангел Какой-то Чтоб свет Шел от меня Вот Как мне понять Что я Буду рожден Свыше Вы как Сами себя От себя Видели свет Я не видел Не видел Ну вот я могу Сказать о себе И поэтому Если я родился То прежний умер Вот в чем дело А зачем рождаться Я встал Я встал с колен И я смотрю на того Который становился И который встал Это два раза Человека Во мне Мгновенно Все переменилось Все Я как будто бы Только что родился Начал жить И вот уже в вечер Я уже на корабле Начал свидетельствовать О Христе Я не мог удержать У меня как пламя Как огонь Какой вырывался Как Как Я ни разу За всю жизнь Ни одного голоса Не слышал У меня никаких видений Не было Ничего у меня Этого не было Просто Перерождение Как у Саула Дороги было И все Я стал другим Это Главное Родные и близкие Все это сразу увидели Значит Буду молиться Да Чтобы родиться Свыше Знаете Вот Самые конечно Наши домашние Враги ваши Домашние Бывает так Но Вот у меня Когда я обратился Но все знают Какой характер Там много значит Какие у тебя еще корни Какие корни Какие родители были Это все в тебе Как-то проявлять все будет Где-то И все сразу заметили У меня однажды Там Жена не послушалась А моя мама и говорит Ей Ой Надя Надя Если бы Игнатик Богу не обратился Что бы сейчас было За косу Подтащил Говорит И голову оттяпал бы Топором Наверное Вот как У меня отец Такой был крутой Что-то пришел Он как-то Дома Товарищи Там друзья Гуляют Ну семья-то большая Десять детей Значит поэтому Надо было экономно жить А когда загулял Все он Матери режь Жарь русская печь А они мужики пьяно Это едят Так как наркоманы Много Он режь Она видит уже Половина барана Она говорит Тихон Там уже А у него лежал Я задку Там он как метнул Топором Он в косяк Воткнулся Вот и все В моей природе Вот это вот Есть И поэтому Изменения Они настолько Зримые Что все До одного Это увидели И вы работали Над своим Хором Работать всегда Надо Но это Мгновенная Перемена Вот я Дальше Начал Говорит Кем желаешь Быть Космонавтом Я желал Быть По-русски Сказать Сегодня террористом Почему Атомстить Коммунистам Меня никто За это не осудит Вот музычка Там у вас Убили Сашка Билый Где-то Я был В Москве И меня спрашивает Игумен Кирилл У вас как-то Получается С любым Находите Общий язык А с музычкой Нашли бы Я говорю Искать не стал Музычка Это я Это я Ему Сколько зла Принесли Но и он Стал каким Скольких он Русских убил И поэтому Он сам себе Заработал Что есть Но если бы Раньше встретились Я бы сказал Саша Выход во Христе Другого выхода нет Я музычка До обращения Ко Христу Вот и все И теперь понимай Какую перемену Во мне Бог взялся Бо музычка Сделался христианином Да Инатий Тихонов А вы слышали Про новый фильм Иван Хладостин Снял Называется Вот так и называется Иерей Сан Он Про Японского Про японского Про японца Священника Японской Православной Церкви Переехал жить В Глубинку Русскую Вы не слышали Про него Ну-ка назови Правильно Как фильм Иерей Сан Дальше Какая буква Говорит Иерей Сан Это Японский Да Сан Сан Большая буква Отдельно Да Это японский Исповедь Самурай Вот так фильм Александр Сан Как Сан Это Александр По японски Переводят Так Да Ну я Как думаю Сан Это мужская Приставка У женщин Тян А мужская Сан Может быть И так Ну и что Я посмотрю Если найду А вот Видели фильм Код бытия Какой Код бытия Код бытия Да Я это не видел Даже не слышал Вот Вы не знали меня До скайпа Я вам Сбрасывал в контакт По-английски Песню из него Что Я солдат Ну Вы знаете английский Нет Сейчас уже ничего не знаю Я 53 года Не касался ничего Все оставлено позади Но в Англии был В Англии Говорю В Америке был Я 92 году И там две недели Не пробыл Я уже по телефону По-английски разговаривал Это восстанавливается Ну я Там очень хороший фильм Тоже хороший И Он Христианский И тоже Завершая Еще назову Два фильма Мне тоже понравились Даже три И что интересно Два из них Итальянцы Католики Сняли Сняли Святой Августин Двухсерийный Там прям по его Исповеди Построенный Этот фильм Как он умер И второй фильм Я очень удивился Называется Святая Варвара Про великую мученицу Варвару Тоже Есть такой фильм Итальянцы сняли И еще один фильм Я говорил Называется Бог не умер Бог не умер Называется Там Сюжет какой Значит студент Христианин Протестант Все Я Он Поступил В колледж И ему попал Философ Который Атеист Он заставлял Всех писать На бумажке Бог умер А он один встал И вел с ним диспут И в общем Интересный Тоже фильм Ну вы человек Заметой Так Вопросов больше нет Нет Я Остаемся Так Давай договоримся В следующий раз Ты являешься Если думаешь Боебеседовать Уже с бородой Игнатий Тихонович А Когда я смогу Посмотреть этот ролик Когда Вот этот Ну неделю через две Я его отдаю На Кто-то закачивает Ну может быть Дверь От силы Может быть Две с половиной Потому что Я только Собираю Отдаю И редко-редко Ставлю сам Но тут два дня Перед этими Срочно нужно было Я поставил два Вот вчерашняя там Уборка Вот посмотрите Там Я видел Видели да Вот бывает Там вот про это Про Сирию Тут я тороплюсь Скорее поставить Момент Горячая тема Вот Тогда прощаемся Ну помолитесь за меня А мы тебе уже молимся Спаси Христа У нас так молитва Начинаем Три святое И Сто поклонов Ну если ты С нами был бы То Который дома Ребята Семь раз в день Минимум Остановиться А раз я на пенсию У меня бывает До восемнадцати раз в день Это перед Богом Я говорю Потому что Бог побуждает Человеку это нельзя сделать Это Это другой настрой Совершенно Другой настрой В душе Не хочется даже Громко разговаривать Я громко говорю Потому что у меня Ослабленный слух Поэтому Ну и нужно Слово Божие Нигде не говорит Говори тихо Говорит Возвысь голос твой На горах Израиля Ну с Богом Иван Спасибо Во славу Божию Вот пришел Какой Ваня Вот посмотри Вот похоже на него А? Ну похож Ну все Похож Ясно что похож Видишь как Ну вот Теперь Поговорил Мы уже просчитали Что он здесь Вот говорит Помогите молитвой Ну то есть Еще тут изменений Никаких нету Ну слава Христу Во славу Божию Субтитры